Теплая одежда, лыжи, в которых по склонам легко передвигаться, и фотоаппарат. Сотрудник Зейского заповедника Сергей Подольский собирается в очередной рейд считать животных. Считают здесь методом многодневного обхода. Старт в 8 утра от кордона. В день специалист проходит примерно 12 километров. Учетная площадь поделена на квадраты. У каждого специалиста свой. Из 48 сотрудников заповедника 20 задействованы в маршрутных учетах. Обход длится в течение трех дней. По итогам будет ясна популяция зверей заповедника. По итогам будем знать плотность населения животных в пределах этой площадки. Ее площадь где-то около 8 квадратных километров. Каждый учетчик на маршруте записывает следы вот на такой планшетик. Регистрируется количество пересечений следов и направление пересечения следов животных каждого вида. Важно, что перед началом учета специалисты проходят маршрут и зачищают следы животных, чтобы подсчеты были верными. Работа по учету животных довольно сложная. Нужно максимум внимания, чтобы не пропустить следы и хорошо подготовиться. Тайга все же не игрушка. Тут нужна осторожность. Идти по маршруту нужно максимально аккуратно, избегая травм. Ведь основная опасность, говорит Сергей Подольский, исходит от самого человека. А зверей специалист не боится. Кстати, зимой оружие с собой лесные переписчики не берут. Только летом для защиты от медведей. Но, помимо прочего, во время таких обходов стоит учесть и сложные погодные условия работы. Это не только холод, но и снег, который, если выпал, то начинать подсчеты приходится заново. Учеты таким методом многодневного оклада позволяют заповеднике рассчитать пересчетные коэффициенты к количеству пересечений суточных следов животных на 10 квадратных километров. И от этого показателя перейти к показателю плотности населения. Зимние маршрутные учеты в Зейском заповеднике проходят с декабря до середины марта. Общая протяженность более 600 километров. Такой метод учета позволяет посчитать редких краснокнижных животных, а также промысловые виды. Полученные данные затем используют в охот управления региона. Итог переписи специалисты подведут в мае. Подъехали мы к кордону Каменушка, вот здесь. Поднялись по долине этой реки. Тем временем посмотреть на красоты Зейского заповедника и зверей, которые тут обитают, могут не только его сотрудники. Здесь разработан туристический маршрут на хребет Тукурингро. Его созданием заповедники занялись 4 года назад. Эту нитку прометили, прочистили и на высоте 1100 метров со временем построили горный приют. Общая протяженность до самой высокой точки, она около 7 километров. А до избушки 6 километров. Пройти по маршруту удалось и нашей съемочной группе. Было тяжело, но мы героически его преодолели. Красоты по пути, конечно, неописуемые. В том числе красивый переход тайги в тундру. На вершине нас ждало настоящее зимовье. Для группы из 15-20 человек есть возможность переночевать в гостевых комнатах заповедника. Там есть кухня. Ну, в общем, все, что необходимо для ночевки. И также горный приют в состоянии круглогодично. То есть даже в 30-ти градусные морозы принять такую группу из 15 человек. Кстати, последняя группа поднималась сюда в ноябре. В целом же в год маршрут проходит 250-300 человек. Большинство школьники. Причем не только Зейские. Сказать, что этот поход в лоно природы Зейского заповедника нас впечатлил, не сказать ничего. Правда, на обратном пути была сложность. Сильный ветер, который буквально сдувал неопытных путников с высокого склона. Но это никак не омрачило впечатлений. Анастасия Петраш, Константин Волков, Первый областной.